Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители, подписчики! С вами я, Антон, и я продолжаю проходить великолепную игру Warhammer, Dawn of War, Dark Crusade. В предыдущей части я разгромил Бухту Победы, главную базу Имперской Гвардии, и отныне имперцев на Кронусе больше нет. Я решил продолжить свой победоносный марафон и в сегодняшней серии уничтожить Некронов, которые засели на своей главной базе, плато Турабис. Ну, точнее, не совсем на плато, а, правильнее будет сказать, в катакомбах, а под этим самым плато. Ну, это меня не остановит, знаете ли. Так, переходим поближе, дабы можно было напасть на их базу. Посмотрим, как тут у нас по гарнизонам дела. Так, на западных пустошах вообще никого нет. Вот это прикол. Вот это прикол. Так, пусть будет так. До шести мы поднимем наш гарнизончик. Ну, и пропускаем ход. Посмотрим, что предпримут наши противники. Так, эльдары выбивают Империю Тау. Космодесант выбивает эльдаров. Отходим. А вот Тау взять реванш не удалось. Какие все-таки ожесточенные сражения идут за низины панреей. Просто жесть. Армия ультву вообще осталась без гвардии. Вот это прикол. Ну что. Некроны. И снова здравствуйте. Так, смотрим, как у нас по подразделениям. Благо, влияние у нас просто хоть одним местом поглощай. Можем покупать все, что хотим. Так, ну я думаю, главарей мы брать не будем, бронированных. Безумного лекаря тоже брать не стоит. Ну, как по мне, он абсолютно бесполезен. А вот остальных ребят можно прикупить. Ну что, вперед. Долгое время никто не представлял себе масштаба вторжения некронов на Кронос, пока защитники планеты не послали группу разведчиков в катакомбы под плато Тур-Эбис. Здесь в первый раз некроны выбрались на поверхность, и здесь же их враги надеялись обнаружить их логово. А в результате нашли настоящий подземный мир. Из сбивчивого доклада разведчиков, посланных в катакомбы, стало ясно, что сеть пещер и туннелей простирается под всем плато, а Земля там больше всего напоминает гигантскую губку. Некоторые пещеры пустуют, но большинство наполнено пробудившимися некронами. Самое страшное, что пробуждение этих созданий началось, похоже, с верхних ярусов, и сейчас они, скорее всего, ждут чего-то, что должно пробудиться в недрах планеты. Нападающие решили провести довольно опасную операцию. Ударной группе была поставлена задача пробраться в катакомбы и заложить заряд в центральной пещере. Взрыв должен был полностью уничтожить сеть катакомб, навеки погребя легиона пробуждающихся некронов. Осталось лишь найти смельчаков, которые смогут установить заряд и вернуться невредимыми на поверхность, чтобы продолжить битву за освобождение Кроноса. Я очень хочу верить, что мне это удастся. Мы все умрем! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... удачные создания наконец вы познаете покой смерти я тоже был таким как ты цеплялся за жизнь и не видел истины но когда познал истину то задрожал и сердце мое наполнилось ужасом здесь в глубине пещер я возродился здесь мои собратья лежали миллионы лет пока жизнь разрасталась как сорная трава мой лорд знал что этот день наступит он все продумал за нас мы снова очистим этот мир так придите же о бедные жертвы жизни вы навеки обретете покой в этой могиле кронус вновь станет одним большим могильник прям как все кто заманивает честное слово стоять ребятушки постойте не гоните вперед дайте мне сохранится так так аккуратно выставляем сразу кордоны чтобы некроны не могли прийти к нам на базу так вот наши боевые задачи то есть это заложить бомбу в святилище некронов ну и конечно же постараться сохранить нашего командира в живых убить его этого пещерного ублюдка так банка убийца тихо 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 режим удержания все наконец-то убили так срочно греченов греченов срочно и как можно быстрее дозорные посты защита в данный момент это наша приоритетная задача то есть обустройство лагеря так ребята давайте отходите так вторые казармы так уходим 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 там их очень много да уничтожим все потом уничтожим камня на камне тут не оставим здесь лишь до начала наших катакомб новые и новые некроны возрождаются с каждой секундой и с каждой секундой некроны умирают тихо дополнительная боевая задача это уничтожить источники энергии некронов ну по пути мы их конечно же уничтожим и маяк нежити все сделаем но пока что я займусь обустройством своего лагеря безопасность превыше всего а особенно когда сражаешься с некронами это актуально как никогда так вышки побольше вышек не бейте нас больше идем идем у нас все в руках горю сила горка и морка так свободные гречины есть нету пока что пока что нет а уже появились молодцы я ничего такого не делал так еще генератор ах черт влияние недостаточно ну вот сейчас его в самый раз блин места очень мало для строительства вот это реально очень очень отвлекает то что практически нет места для того чтобы возводить постройки фактически его вообще нету так я думаю лучше сохранится я буду часто сохраняться в этой битве за главную базу некронов привыкайте ребят и надо бы тут все заминировать о ребята вы что тут делаете офигеть пока я там базу отстраивал они тут маяк воскрешения месят ну молодцы не могу вас не похвалить так а вот теперь уходим вот теперь реально надо уходить ладно хорошо молодцы так вот вы пока будете сейчас отдыхать вы хорошо поработали чёрт ненавижу вот этих козлов духов они видят замаскированные объекты и подразделения на карте они сразу палят все мины ловушки моих разведчиков невидимых они это все сразу видят так не хватает влияния опять чёрт то энергии нету то влияния недостаточно так влезет сюда сварочная конечно влезет так свалка пушек нет не хватит не хватит у нас ресурсов на неё не хватит так давайте поставим мины вот сюда так сейчас вот эти свежеватели начнут подрываться очень весело сейчас мы посмотрим вау хорошо ё-моё и нас взрывной волной задело так нет нет подожди побольше мин вот побольше тут реально надо минироваться просто наглухо потому что нападки со стороны некронов вообще любых подразделений некронов будут постоянно и нам нужно себя обезопасить от лишней нервотрёпки и не отвлекаться на всяких мудаков да достраивай минируй так как тут у нас дела сварочную поставили молодцы свалка пушек свалка пушек вот сюда да так хорошо молодцы вот сюда хватит ещё нам ресурсов хватит и вот сюда поставим лучше густо не минировать диапазон поражения с зарядами довольно большой поэтому подразделения когда попадают на сами мины точнее когда они даже заходят вот в эту область примерно которую я сейчас показываю они уже взрываются то есть необязательно прям густо густо минировать достаточно так с небольшим интервалом тут у этих ублюдков где-то будет стоять монолит большой при большой потом они нам будут давать жару под конец так надо бы ещё они в нас стреляют о работают работают мои мины хорошо работают так так генератор не влезет уже сюда а вот сюда вот легко строим крепко и красиво так ребята тут идут разряжая все мои мины козлы так что мы можем ещё сделать но надо копить ресурсы откровенно говоря без ресурсов делать нечего так нет не хватит нам усовершенствовать наш штаб а жаль давай вот сюда ещё один генератор вот вот с энергией у нас быть проблем вообще не должно потом когда мы наладим все наши дела с энергией мы будем копить влияние влияние накопим наймём подразделение прокачаемся и тогда всё будет вообще тип-топ тогда от некронов камня на камне не останется так лавовые шахты я не вижу вот она одна единственная я не знаю видите ли вы или нет скорее всего ютуб как обычно затемнит всё но вот она одна единственная а нет вру вот ещё одна есть лавовая шахта вот она ну нам до них чапать и чапать хотя конечно большой генератор хотелось бы заиметь чё уж там говорить эх ладно качнём мы и крепостёрков чё уж нам ну пока тихо пока вот вспомнил оно и всплывёт атакуют духи эти пришли как я их ненавижу просто конченые гниды умри ублюдок чё опять ну ладно так там стреляют может другой дорогой пойдём так почти наполовину наше усовершенствование идёт так гречины отходят на в тыл а мы пока будем отстреливать вот этих козлов и вот эти вот мухи я не знаю как их ещё назвать летающие с корабей наверное ну как они меня бесят это просто нечто так усовершенствовать почти завершено тут никого и и сейчас мы можем почти можем нет давайте мы продвинемся немножечко вперёд для начала конечно же сохранимся потому что мало ли что с нами может приключиться и двинем немножечко вперёд посмотрим как у нас тут дела так всякие козлы идут но их поджидают мои мины я хочу захватить вот эту стратегическую позицию и тут установить дозорный пост все давайте ребят месите о нет не получится наверное всё таки не получится потому что тут пещера и из пещеры постоянно выходят новые некроны а это явно не вариант они будут постоянно меня терроризировать не не прокатит такая система но шухеру я тут навёл это уже радует а орки за мной так чё мы делаем прокачиваем стрельбу бронирование так что ещё что ещё ну давайте холодное оружие да ну и всё на этом пока что пока что нет вот вот самое главное это тяжёлая броня у техники без неё мы не сможем нанять два моих самых любимых вида брони техники у орков это лиманрас и мастодонта поэтому её мы качаем конечно же обязательно я я я и отходите обожаю 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 минировать в вархаммере просто меня хлебом не кормить дай только всё заминировать да жаль конечно что не вариант захватить хотя бы ещё один ещё одну стратегическую позицию это было бы очень кстати мне влияние не помешает вот у меня такой средний прирост несмотря на то что казалось бы он с энергией одинаковой энергии больше но это потому что влияние тратится гораздо активнее а вот что я сейчас делаю зверский прирост влияния я качну точно дабы немного уравновесить да вот как я и сказал это боевые скоробей летающим мразим они в нас стреляют опять духи пришли ну без моей боевой группы как обычно это два подразделения пулемётчиков бронебойцы главари точнее громилы банда громил танкетки танки мастодонт без этой боевой группы я вот сюда никогда не приду я вам это говорю ребята абсолютно серьёзно это невозможно вне зависимости от уровня на котором вы играете это невозможно без реально мощной боевой группы с прокаченными умениями вы не пройдёте ну и вам тогда должно очень повезти прям вот реально очень повезти чтобы у вас вот такой хотя бы хотя бы минимальной группой получилось туда продвинуться да хотя бы до середины карты дойти чё уж там так ещё броню так нет давайте мы не будем поджиги прокачивать нашим рубаком они мне нужны я им и всё равно рубак не нанимаю а вот дикая рубилова не помешает холодное оружие это было бы хорошо вот пошибче пошибче пошло уже 60 прирост нашего влияния планетарно ого да некроны как-то не предпринимают попыток атаковать меня прямо мощными подразделениями большими группами так пока по чуть-чуть ко мне на базу засылают смертников я ничего такого не делал и на этом всё ну что я думаю стоит уже нет подождите пока нет чёрт я не смогу нанять мастодонта пока у меня не захвачена реликтовая точка вот чё вспомнил точно да захвачена реликтовая точка да придётся всё-таки нам продвинуться аж на середину карты и только потом нанять его ну ладно здесь у нас будет плацдарм пулемётчики бронебойцы отсюда пулемётчики громилы тоже вот сюда отсюда парочку танков и сварочный вот и все мои ресурсы исчерпались и на этом всё ребят давайте отойдите немножко в сторону сейчас тут поедет боевой отряд ну давай давай взрывай у нас лучшие свинцомёты точно а вы нашли там о лемонрас мой любимый нанялся мы мы большие и самые у нас лучшие свинцомёты точно давайте ребята поживее точно чем дольше мы сидим тем больше армия некронов самих так как у нас по боевым задачам источники энергии источники энергии я конечно попытаюсь уничтожить их все дабы получить больше профита но не гарантирую мне бы хотя бы до середины карты дойти чтобы реликтовую точку захватить так ну командир мой уцелеет это сто процентов ну и заряд я попытаюсь конечно заложить что у нас лучше свинцомёты так всё у нас лучше свинцомёты точно а вы наши свинцомёты точно мы готовы молодцы молодцы что готовы только я пока не готов вас очень мало Не стоило держать за тот конец этой штукензии. Так. Влияния опять мало. Его опять нет. Приходится экономить. Ну, как сказать, экономить. Более рационально его использовать. Они у нас гуляют. Нифига. Тут что, лорд пришел? Некронов. Что-то наших так раскидали сильно. Нам нужно пострелять. Смотри, вот меня. Да, мы готовы разбить. Больше, лучше. Так, ребята, у вас урон в дистанционном бою очень маленький. Нет, давайте вы будете у меня в рукопаш набиться. Блин, вот пулеметчики вообще вымолачивают. Вот это я понимаю урон в дистанционном бою. Это вообще нечто. Враги должны рассыпаться просто на молекулы от попадания их пулеметов. Ну что, я думаю, пока все. Я бы взял еще с собой отряд греченов, но он мне нафиг не нужен. Хотя для возведения дозорного пункта на реликтовой точке они мне пригодятся. Так, давайте сделаем сохранение перед эпичным сражением. Ну, как сказать, эпичным. Таким небольшим локальным сражением. Пока что я иду просто в разведку. Разведка боем. Мы туда скоро доберемся. Быстрее, быстрее. Нас атакуют. Так, ребята, давайте подтягивайтесь. Вперед, вперед, вперед. Мы туда скоро доберемся. Вот сюда. Блин, как меня это бесит, когда из-за модели техники не может пройти пехота. Потому что модель пехоты меньше, чем модель техники. Это, я считаю, идиотизм. Надо стрелять. В итоге в бой рвется командир. Танкс, бёрли. Надо стрелять. И на этом все. Так, ну-ка. Танкс, бёрли. Танкс, бёрли. Надо стрелять. Система пробуждения мы хлопнем. Не повредите зубы. Так, и вот этих вот пацанов. Но эти пацаны так, промежуточный вариант. Но нам надо вот сюда. Надо стрелять. Блин, вот сюда бы ещё бомбу заложить. Было бы неплохо. Завалить всё это. К чёртовой матери. Быстрее. Быстрее. Так, тут, я так понимаю, мы не пройдём. Темно просто как... Не буду говорить где. Быстрее. Просто очень темно. Быстрее. Ничего не видно. Приходится идти на авось. Бах, бах, бах. Поехали. Давайте, ребята. Пока движемся без потерь. Пока идём вообще отлично. Вымолачиваем наших врагов. Вход в заброшенные катакомбы. А, короче говоря, можно прятаться. А вот в этих пещерах, входах. Вот в таких именно. Нифига, он в подкате сейчас проехал. Вот этот свежеватель. Я аж офигел. Тихо. Монолит. И вот эти турельки. Тоже надо уничтожить. По возможности. Так, давайте, ребят, режим диверсии. Больше внимания зданиям. Мне нужны их зубы. Не повредите зубы. Становится жирковато. Так, кто тут ещё? Я перестреляю. Всё, давайте вперёд. И вот этих вот мудаков. Зацепите тоже. Так, ну-ка подожди. Источники энергии. А, совсем рядом. Один прямо здесь находится. Так что мы пока туда не пойдём. Мы пойдём пока вот сюда. Если тут вообще можно пройти. Ещё одна статуя. Вы же это ломайте, ребята. На горе стоит статуя. У статуи нету... Ты не порти мой рассказ. У статуи нету глаз. Вот так вот. Шутка юмора. Тенями, несущими смерть. Что ты говоришь? Маяк хитрости. Нифига. А где маяк? Я не знаю. Ещё каких-нибудь чувств. Любви там, например. Я не знаю. Или ещё чего-нибудь такого. Забористого. Где тут вход? Как сюда войти? Как подняться? А, с этой стороны. Стоять. Вход с другой стороны, парни. Мы не туда пошли. Обходим. Так, отлично. Без потерь. Практически без урона. Вот сюда, парни. Вот сюда. Да, вот тут есть ещё один вход в катакомбы. Так. Сюда-сюда подгребайте, мужики. Блин, я чувствую, у них тут таких вот маяков. Реально, хоть жопа ешь. Маяк нежити. Маяк хитрости. Маяк говна. Или ещё что-нибудь такое. Где? Вот они. Вперёд. Так, а вот тут мы начинаем получать реальный урон. Уже нам вписывают конкретно. Ну, оно и понятно. Тут врагов выше крыши. Так, один танк почти вынесли. Почти вынесли. Это плохо. Это плохо. Так. Теперь куда? Теперь нам надо вот сюда. Спускаемся вниз и идём вот... Вот. Вот к этой точке. Есть. Отлично. Просто мощно накрывают реально наши танки. Пехоту противника. Так, вот давайте метнёмся к реликтовой точке. Её всё-таки надо захватить. Как же мне нравится, как палит мой свинцовёт.